На востоке Украины продолжается карательная операция, а в странах Запада продолжается массированная антироссийская кампания, которая не только не утихает, а похоже даже нарастает. Происходит это и в Германии, где из средств массовой информации правды о происходящем на Украине не узнать, а независимые суждения почти полностью исчезли с экрана в телевизионе. Об этом в специальном репортаже Артёма Широкова из Берлина. Германская пресса буквально пропитана жесткой антироссийской риторикой в связи с событиями на Украине. Лишь изредка нет-нет да проскользнет мнение отдельных депутатов Бундестага о том, что расширение режима экономических санкций в адрес России ни к чему хорошему не привезет, а наоборот ударит по самой Германии. Однако эти мнения лишь капля в море намеренного непонимания, но здесь признают, сегодня политика давлеет над экономикой. Как сказали бы в советские времена, плюрализмом мнений в Германии и не пахнет. Всю политику по-прежнему определяют христианские демократы во главе с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Блок ХДС ХСС занимает 311 мест в Бундестаге и вместе с социал-демократами образует парламентское большинство. При этом иметь независимое мнение в Германии с каждым днём всё сложнее и даже опаснее. Можно и работы, и места в Бундестаге лишиться. Такие политики и общественные деятели находятся под колоссальным давлением. На просьбы об интервью почти все ответили отказом. Лишь некоторые признались, общение с российской прессой грозит им увольнением и может поставить крест на дальнейшей карьере. Как мы смогли убедиться, в отношении России здесь доминирует один подход. Наша страна это агрессор, мешающий демократии на Украине и поддерживающий террористов на Юго-Востоке. Так нам буквально заявила депутат Бундестага от партии «Зелёных» Мария Луиза Бек. Она, кстати, была наблюдателем на украинских президентских выборах и называет их верхом легитимности. Выборы на Украине прошли при огромной явке. По заявлениям УБСЕ это были честные и свободные выборы. Поэтому выбранный президент Украины это легитимный глава своей страны. Победу Петра Порошенко правящая элита Германии встретила с восторгом. В частных беседах многие признают, это самая удобная фигура для Европы. К тому же одним выстрелом убиты сразу два зайца. Старая украинская власть смещена, а откровенных националистов, сыгравших ключевую роль в перевороте, удалось отодвинуть на второй план. И теперь всё выглядит вполне демократично, говорит депутат Бундестага от блока ХДС-ХСС Карл Георг Вельман. Я хотел бы подчеркнуть, что на украинских выборах право радикальные кандидаты получили не больше двух процентов. Это подтверждает то, что в Киеве не сидят никакие фашисты. То, что на востоке Украины ежедневно гибнут десятки людей, никого вообще не волнует. Да и как может быть иначе, если в немецких СМИ об этом ни слова? По германским телеканалам вам не покажут ничего. Ни бомбежек Славянска и Краматорска, ни трупов, ни убийств мирного населения. Карательной операции на телеканалах Германии просто нет. И это вызывает возмущение в русскоговорящих общественных организациях. За последние две недели, хотя на Украине очень разоченные бои шли, никто не говорит, что такое происходит. Как будто ничего не происходит, как будто люди не гибнут. И это особенно дико, говорит Константин, на фоне того, как широко германские СМИ в течение нескольких месяцев бурлили по поводу Пусси Райт. А вот о зверствах украинских националистов в Одессе здесь упомянули лишь вскользь. Когда 2 мая огромное количество людей в Одессе было уничтожено, об этом просто упомянули мимолетом. Я прочитал эти немецкие статьи, я не понял, кто на кого напал, кто кого убил, что произошло. И потом это просто пропало. Такое ощущение, что просто кто-то не хочет, чтобы люди здесь в Германии это знали. И все же у немцев есть и другое мнение. В воскресенье в Берлине у Брандербургских ворот прошел митинг за мир между Россией и Украиной. Надписи на плакатах призывали остановить нацизм киевской хунты и прекратить боевые действия на юго-востоке Украины. Для нас, немцев, это абсолютный скандал, потому что мы совершенно точно знаем, что такое фашизм. Особенно учитывая, что творили фашисты именно в том регионе. Йозеф Геббельс гордился бы тем, как немецкие СМИ об этом говорят. Запад приложил руку к развязыванию этого конфликта. И не только в течение шести последних лет, когда занимался активной поддержкой неправительственных организаций. Но и в течение всей холодной войны, когда все эти националистические украинские организации поддерживались западными разведками. На теле свитер российской хоккейной сборной, а в руках украинский флаг. Картина по нынешним временам почти нереальна. Игорь Одессит, но уже больше десяти лет работает в Германии. В финале чемпионата мира по хоккею болел за Россию, однако о родине сердца болит куда больше. У власти сейчас находятся бандиты. Те же бандиты, которые и были. Один бандит сбежал, остальные остались. Вот они и терроризируют эту Украину. Они перегрызли в этом крестятнике и делят сейчас деньги. На этой неделе Яценюка, приехавшего на встречу с Ангелой Меркель, встретили в городе Аахен десятки негодующих немцев. Они требовали остановить кровопролитие на Донбассе и скандировали «Яценюк террорист». Кажется, простые немцы гораздо лучше политиков понимают, что 40% газа, который потребляет Германия, является российским. Порядка 300 тысяч немецких рабочих мест связаны с торговлей с Россией. Наша страна ежегодно закупает в Германии товары на 40 миллиардов евро. А значит, обострение политического кризиса и возможное введение экономических санкций в адрес России для Германии явно не пройдет бесследно. Это не принесет никакой пользы и не приведет к мирному решению конфликта на Украине. И не разрешит соперничество с Россией. Мы должны это понимать. Это совершенное безумие, потому что навредит в первую очередь Германии. Но по словам управляющего директора Восточного комитета немецкой экономики Райнера Линднера, санкции пугают лишь немецкий бизнес, а от политиков смягчение позиций ждать не стоит. Мы как бизнес, конечно, мы не хотели, чтобы режим санкций как-то был введен. Я думаю, что это нам и будет сложно. Первый квартал 2014 года, минус 13 немецких экспортов в России. Минус 13 миллиардов? Нет, процентов. Кстати, котировки некоторых немецких компаний, работающих в России, с начала года уже серьезно упали. Начал снижаться и многомиллиардный товарооборот. Однако политиков цифры потерь мало заботят. Товарооборот между Россией и Германией не больше, чем между Германией и Польшей, или Германией и Бельгией. Если он уменьшится, то это, конечно, вызовет негативные последствия. Но мы должны понимать, что политика стоит во главе экономики, и бизнес должен с этим считаться. Санкции будут вводиться постепенно, разными ступенями, и они во многом будут зависеть от развития ситуации, от того, вернется ли Кремль к конструктивному диалогу. Что же, с одной стороны, железный занавес давно рухнул, и многие противоречия ушли в прошлое вместе с падением Берлинской стены. Однако за последние годы на ее обломках выросла другая стена, незримая, стена непонимания и даже отторжения. Она прочно укрепилась в сознании немецкой правящей элиты. И именно исходя из этого, судя по всему, нам придется выстраивать свою политику на ближайшие годы. Артем Широков, Александр Калинин и Алексей Гусев. Аналитическая программа «Постскриптум» из Германии. Минувшее воскресенье на Украине прошли президентские выборы, которые тут же были объявлены на Западе полностью свободными и абсолютно демократическими. В западных столицах и ведущих средствах массовой информации предпочли закрыть глаза на многочисленные свидетельства грубейших нарушений, которые были зафиксированы на этих выборах и с которыми можно легко ознакомиться в интернете. Впрочем, президент США Обама назвал эти выборы свободными и демократическими еще за две недели до их проведения, так что все было решено заранее. Но позволит ли избрание нового президента Украины сделать шаг хотя бы к некоторому улучшению ситуации в этой стране? Вот в чем главный вопрос. Изменится ли политика Киева и что нам теперь ждать от украинской власти? В ситуацию усматривался Рамиль Гатаулин. Вот лицо новой киевской власти. Победитель внеочередных президентских выборов Украины Петр Порошенко. С результатом почти в 55% он не оставил своим соперникам надежды даже на второй круг. Порошенко получил поддержку не только сторонников Майдана. Он получил поддержку и среди тех, кто к Майдану, может быть, относился сдержанно критично. Те, кто очень критично относился к Майдану, на этих выборах не голосовали. Но вот он действительно был такой компромиссной фигурой для многих. Безусловно, для серьезной части Западной и Центральной Украины он такая фигура компромиссная, которому они желали бы довериться. С одной стороны, он там отвечает каким-то представлениям об успехе. Он все-таки бизнесмен, человек, который умеет ловко лавировать между самыми разными политическими партиями и движениями. И вся его биография доказывает то, что у него отличная такая чуйка человеческая, интуиция очень хорошая. Хорошая интуиция ему, видимо, досталась по наследству. Его отец Алексей Иванович Порошенко до 1986 года возглавлял ремонтный завод в Молдавии. А потом, как говорят, проворовался и получил пять лет захищения госсобственности. А в 2009 году Алексей Иванович стал героем Украины. Указ о присвоении звания подписал Виктор Ющенко, которому Порошенко помог прийти к власти, поддержав оранжевую революцию финансами. Накануне выборов Порошенко обещал обуздать коррупцию, отвести экономические беды от Украины и примирить Запад с Востоком. То, за что мы выступаем, мир, спокойствие, безопасность, экономическое возрождение, уничтожение коррупции, всеобщая международная солидарность с Украиной, помогут навести порядок в стране и вернуть Крым. Однако, уже на следующий день после выборов, так называемая антитеррористическая операция против жителей Донбасса вспыхивает с новой силой и особой жестокостью. Меняется и риторика Порошенко. На пресс-конференции в понедельник стало ясно, что ни о каком примирении с юго-востоком Украины нет и речи. Они просто мародеры, просто бандиты. Они убийцы, террористы. В этом деле, вы хотите узнать, будем ли мы поддерживать этих людей? Так вот, шансов у них нет никаких. Во всех цивилизованных странах мира никто не ведет переговоры с террористами. Мы цивилизованная страна. Поговаривали, что Порошенко намерен после выборов расстаться с Арсеном Аваковым, Дмитрием Ярышем и другими радикалами. Соратник Порошенко, новый мэр Киева Виталий Кличко, обещает вскоре убрать палатки с Майдана. Однако, вряд ли радикальные националисты окончательно исчезнут с политической сцены Украины. Правый сектор никуда не денется из Украины. Он один из составляющих ее действующей политической системы. По крайней мере, до тех пор, пока у них есть проблемы юго-востока. Общие установки более-менее у них одни и те же. На неприятие с Россией, на конфронтацию так или иначе с Россией, на какие-то свои иные пути. Что касается других обещаний, то Порошенко, так же как и его предшественники, уже отказался подписывать кабальное соглашение с Европейским Союзом. Однако, налаживать отношения с Россией он тоже пока не спешит. Впрочем, в газовой истории наметился прогресс. Как известно, Киев долго упирался, пытаясь диктовать нам цену на наше сырье. Но под давлением Евросоюза в пятницу вроде перевел на счета Газпрома около 800 миллионов евро. Счет погашения долга, уже превышающего 4 миллиарда евро. Если Газпром эти средства получит, то мы посмотрим, что это за деньги. И это будет уже немножко другая история, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Но сейчас мы должны убедиться, что они хотят платить. Любая другая постановка вопроса невозможна. Когда я слышу, что вы нам цену другую дайте, и тогда мы заплатим, это хамство. Так себя приличные партнеры не ведут. Экономически Украина может состояться только в тесной кооперации с Россией. Украина может работать автономно, но при этом уровень жизни уменьшится опять-таки в разы. Сейчас политическая повестка дня доминирует над экономической. Именно поэтому так скоро и споро проводили президентские выборы. Потому что очевидно, что в условиях войны, в условиях того, что его предвыборные обещания выполняться не будут, его, с одной стороны, привели под определенные обязательства к власти. Он должен выполнять эти обязательства. Если он не будет их выполнять, его снимут очень быстро. Радиостанция «Русская служба новостей» со ссылкой на свои источники сообщает о встрече американского посла с Петром Порошенко. По данным журналистов РСН, Джеффри Пайетт передал Порошенко мнение Госдепа США, как следует вести себя дальше. Украине нельзя уступать в вопросах по газу, нужно судиться за Крым и жестче действовать на Востоке. И, похоже, Порошенко отрабатывает именно этот план. Он заложник тех политических сил, которые выбрали его. Он заложник тех политических идей, политических лекал, которые были изготовлены в Вашингтоне. Сегодня его окружают те лица, которые прошли очень хорошую подготовку, образовательную, я имею в виду политическую, на Западе. Сегодня в качестве его помощников и советников выдвигается фигура Михаила Саакашвили, который Российскую Федерацию не просто не воспринимает, а который полагает, что Россия сегодня на евразийской площадке является одним из самых отрицательных факторов политики безопасности. Так что надежды, что с избранием Порошенко Украина окажется вся в шоколаде, вряд ли оправдаются. Поэтому, несмотря на призывы к Личко, палатки с Майдана пока убирать не стоит. Они еще пригодятся.